Здравствуйте! Много лет тому назад я увлекалась выжиганием по дереву. Могла ли я подумать, что когда-то я буду держать в руках выжженную салфетку? И сегодня мы в гостях у Светланы Гараниной, которая как раз занимается вот таким своеобразным выжиганием. Здравствуйте, Светлана Алексеевна! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вообще как называется эта техника и насколько сложно это все делать? Ну, это называется гелиоширование, но если по-русски, это выжигание по ткани. Это то же самое, что выжигается таким же аппаратом, как и по дереву. Единственное, что меняется иголка. Я имею два аппарата всегда с толстой иглой, которая вырезает детали, и тонкая игла, которая приточает детали вот к салфетке. Ну, я знаю, что вы делаете целые картины вот таким образом, да? Даже есть у вас а-ля Вологодская кружева, как бы Вологодская кружева картина, да? Да, и не только, и салфетки Вологодского кружева, и картина Вологодского кружева. Насколько трудоемкая эта работа, как много времени вы уделяете этому мастерству? Ну, работа очень трудоемкая, и в то же время требует большого внимания, аккуратности, потому что все-таки это горячая игла. Выжигается все это на цитатном шелке или на крепсатине, а хлопок сюда не идет. Светлана Алексеевна, хотелось бы посмотреть какие-то азы гелиоширования. Гелиоширование делается всегда на стекле, обязательно, да, потому что все-таки это горячая игла. Картинка будет называться ромашки. Вот, ромашки. Да, сейчас, значит, мы берем белую ткань. Вы знаете, все это делается, можно делать по трафарету, кто не умеет, кто только начинает. Я делаю все от руки. А вы сколько лет тому назад начали? Ну, лет шесть назад. Лет шесть назад начали. Да, да, да. Вот, и начинаю вырезать. Вот, вы потрогали иголочку, видите, она работает, горячая. Точечки ставить, да? Значит, я начинаю ромашечку. То есть, как карандашом, я смотрю, рисуется, да? Да, рисуется, рисуется, как карандашом. Вот эта ромашечка. Ромашка же, она не бывает одинаковая, она бывает любая. И можете рисовать такую, какую вы хотите, какая у вас в голове. Ну, лучше рисовать целым цветком, да, а вот тем, у кого рука не набита. С чем вообще лучше начинать пробовать рисовать? Вот как раз это самое простое. Это самое простое. Вот вы вырезали, видите, теперь вы просто ее вот так отбираете. Вот, видите, где-то чего-то не прорезало. Значит, рвать не надо, надо просто аккуратно ее иголочкой поддеть. Теперь вы их накладываете друг на друга. Вот таким образом. Теперь ставите точку, чтобы она никуда не делась. Вот. А, и таким образом вы склеили, да? Да, я ее склеила, да. Теперь вы вырезаете серединку, берете желтую ткань и вырезаете. Не надо никаких этих трафаретов, я просто вот так вырезаю. А для начинающих, если я возьму и по трафарету буду, то мне сначала надо обвести по ткани трафарет? Нет, трафарет делается из специальной бумаги, типа алюминия. Я сразу вам продемонстрирую второй аппарат, который приточает. Если я этим же прижгу, будет очень некрасиво, потому что иголка толстая. А тут иголочка тоненькая, я вот ее вот так ставлю. И вот этим аппаратиком уже, видите, иголочка какая тоненькая, я этим аппаратиком ее прижигаю. Вот так вот. В нескольких местах? Нет, полностью вот так. Оно будет красивее смотреться. Просто по кругу, да? По кругу, раз. Вот ромашечка готова. Теперь, значит, мы еще должны для ромашки, ну, я заранее, конечно, сделала ромашки. Это я вам показала, все одинаковые. Но они одинаковые не получаются, потому что как рисует твоя рука? Каждая ромашка как в природе, индивидуально. Как в природе, индивидуально. Теперь нам к ромашке нужны листочки. Дело в том, что если вы приглядываетесь в природе, я, например, на даче изучаю все листочки. Ага, и потом этот опыт используется. И потом этот опыт использую. Рисую я тоже рукой. Вот такая ткань. Она двойная какая-то, да? С одной стороны темная, с другой светлая. Обязательно внизу темная, сверху посветлее. И она проклеена через клеевую. Поэтому она такая плотная, продается клеевая ткань, такая как паутиночка. Вот. И теперь вы начинаете рисовать листочек. Я рисую от руки, никаких шаблонов не используя. По памяти. Да, да. Вот у ромашки у него такие цветы, листочки. И для того, чтобы листочек был красивенький, я вот так его еще разрисовываю. Слана Алисина, зачем нам двойной слой? Вот для этого, видите? Почему двойной слой? Я верхний слой прожгла, а нижний остался. И он получился, листочек двухцветный. Ну, чтобы создать картину, я, конечно, вам заранее вырезала еще. Вот у меня такой трафаретик. Вазочки. Вот по этой вазочке. Точно так же я вырезала из ткани вот такую вазочку. Значит, эту вазочку вначале мы ее приточаем. Да, еще хочу обратить внимание, на что мы берем рамочку, берем, значит, и делаем фон. Конечно, фон подбираем такой, какой нам нужен, но все это проклеивается тоже вот это вот, крепсотин или на... То есть это не бумажная основа? Нет, это ткань. И тоже так же наклеивающую эту утюгом проглаживаешь. И вот, видите, вот она такая получается. И теперь, значит, мы... Создаем композицию. Да, создаем композицию. Вот сначала мы приточаем горшочек. Сколько же по времени создается большая картина? Вот я видела у вас там несмедное количество сирени, например. Вот ты, кстати, на картине с сиренью там каждый лепесток отдельно сделаешь? Отдельно. Для того, чтобы можно было даже здесь, вот на этой картине, так как это ткань, здесь даже можно нарисовать веточки. И, видите, там я тоже сделала двойную. То есть прямо по этой основе, да, мы веточки рисуем? Теперь, значит, мы должны создать сначала композицию, а потом уже, значит, вот я сделала такие листочки три. Вот мы его как бы вот так вот для кокетства тоже так же. Мы просто ее несколькими точечками закрепляем. Мы можем еще для профилактики вот так. Теперь мы прижигаем цветочки. Как прижигать цветочки? Видите, они двойные же сделаны, да? И чтобы это вот не видно было, чтобы крас... Ну, я точку поставлю, значит, она будет коричневая. Поэтому я первый слой отгибаю и ставлю точку на втором слое. Вот так. Готовое изделие. Принимайте. Спасибо огромное, Светлана Алексеевна, изумительный мастер-класс. На первый взгляд руки порхают, цветы появляются сами собой. Конечно, за этим лежит труд. Но если захотелось попробовать, то не бойтесь, берите в руки выжигатель и вперед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова